Выродок тиктокер. Мизулина пообещала пожаловаться на блогера Ника Глая в МВД и Генпрокуратуру. Если есть у России какие-то враги, то это в первую очередь как раз такие люди, как Мизулина. Потому что столько зла, страданий и горя, сколько они приносят нам, столько разрушений, сколько моральных ущербов они нам в результате дают, мало кто может с ними сравниться. Очень может быть, что ее подготовили западные спецслужбы для того, чтобы она разрушала российское государство изнутри. Потому что большего вреда, чем приносит Мизулина, вообще сложно себе представить. И тут она решила доебаться до блогера Ника Глая, который решил снять на тиктоке ролик в поддержку наших. А Мизулина, хотя она талантливая девушка в области изучения языков, она совершенно ничего не понимает в современной культуре. Это не издевательство, не пародия, а поддержка. И то, что Мизулина этого не понимает, хорошо бы, чтобы она это поняла. И самое главное, ладно, была бы просто какая-то Мизулина просто с какой-то бессмысленной лигой безопасного интернета, абсолютно никчемной, никому не нужной вредоносной организации. Но в данном случае у нее есть какие-то силовые друзья, которые по ее просьбе выполняют какие-то ее поручения. Не знаю, может, она их как-то соблазняет, может, она еще что-то им делает. Но в любом случае, вместо того, чтобы сказать, мать, да расслабься, ты успокойся вообще, не лезь просто в эти детские дела, почему-то человеку начинают портить жизнь. Это абсолютное свинство, абсолютный вред. Когда в стране и так нелегко, когда молодежь разъезжается, когда люди бегут из страны, когда патриотизм находится на не очень высоком уровне, привлекать к ответственности одного из последних оставшихся патриотических блогеров, это просто верх идиотизма. И Мизулина должна подумать о своем поведении, а также хотя бы немножко понять, в какой индустрии она находится. Нужно чуть сильнее погружаться в фактуру. Добрый вечер, друзья. Не добрый вечер, не другие. Знаете, не могу не согласиться с Артемом Лебедевым. Вообще ловлю себя на мысли, что Татьяныч очень часто формулирует верно. Я уже высказывался по поводу этого косплея, может быть, неуместного, который выложил Никоглай. Но не увидел, повторю сотый раз, никакого там издевательства, желание хрипануть, может быть. Но дискредитация армии, о чем вообще речь? И мне кажется, что в этом конфликте здесь еще раз акцентирую внимание на тезисе Артема Лебедева, что Мизулины, вообще вот Мизулины как класс, гораздо опаснее для нашего социума, чем блогеры типа Никоглая. И я не верю в Мизулины младшей, так же, как не верю, старшей. Та, которая там от КПСС прошлась по всему спектру наших партий. Просто конъюнктуру. Это для политиков нормально. Большинство из них такие, она здесь не является чем-то особенным. Но давайте не быть такими наивными. Давайте понимать, что какие-то блогеры с каким-то невероятным количеством подписчиков. Я не понимаю, кто смотрит. Но я же понятно, что я возрастной, что это на меня не рассчитано. Для меня и хулиарт поклонников Ольги Бузовой всегда был загадкой. Песня не о ней и не о нем. О том, что выбирая между блогерами и профессиональными политиками, я все-таки не на стороне последних. Верим меньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова